Давайте поприветствуем нашего первого гостя, Геннадия Гудкова, композиционного политика, и нашего любимого гостя. Геннадий, я вас приветствую. Да, насчет любимого гостя, конечно, этого круто. Ну ладно, спасибо. Давно вас не видел, Геннадий. Давно, спасибо. Давно не видел, и вот раз мы общаемся после такого Пригожинского недомарша. И вот в этом контексте интересная новость, интересные цифры. Помните, как называл цифру 80 миллиардов долларов Путин? 80 миллиардов рублей, 86 миллиардов рублей, правда. Да, да, простите, да, конечно, это миллиард долларов, которые якобы российское правительство дало непосредственно от ЧВК «Вагнер». И вот тут известный одиознейший телевизионный ведущий Дмитрий Киселёв заявляет, что ЧВК «Вагнера» получил от российских гостей более 858 миллиардов рублей. Компания Пригожин «Конкорд» еще 845 миллиардов, то есть это в 10 раз больше, чем говорил Путин. Вот еще раз напомню, что 27 июня Путин впервые публично признал, что содержание ЧВК «Вагнера» полностью обеспечилось российским бюджетом. По его словам, я тут процитирую, с мая 22 по мая 23 года власти РФ потратили на выплаты наемникам 86 миллиардов рублей и еще 110 миллиардов за тот же период составили страховые выплаты ЧВК, а 80 – это сумма контракта в Евгении. Что-то у нас не очень хорошая связь, я слышу вас прерывисто, но все-таки я понял вопрос. Ну что я могу сказать? Специалисты уже посчитали, что 600 миллионов в «Вагнере» долларов – это только прямые выплаты по зарплате. По поводу последних заявлений Киселева, которые увеличивают помощь «Вагнера» и другим предприятиям «Пригожна» в 10 раз, как вы это расцениваете, с чем это можно связать, что за целесообразность вот такое заявление? Нет, это не целесообразность, тут банальный подсчет. Эксперты посчитали, что «Вагнер» не может стоить только меньше 50 миллионов долларов в месяц по зарплате, только по зарплате. А мы понимаем, что зарплата в содержании военной единицы, которая щедро финансируется, готовится, экипируется, вооружается – это малая часть того, что нужно на поддержание жизнедеятельности. Поэтому специалисты посчитали, что содержание «Вагнера» в том виде, в каком он был, обходится бюджету, ну или бюджету, или России, не менее 2 миллиардов долларов в год. Это минимальная цифра. 1 миллиард 850 миллионов, 2 миллиарда, может быть, даже больше. Мы не знаем, там транспортные составляющие, многие другие. Но если мы с вами сложим все эти, как бы так сказать, спазлы, они у нас с 2014 года идут финансирование «Вагнера», это уже продолжается на 9 лет. Ну, умножаем, грубо говоря, 2 миллиарда на 9, получаем почти 20 миллиардов долларов. Вот, собственно говоря, эти все деньги, даже думаю, что там их и больше. Поэтому, ну, для бюджета России это не очень, как бы, так сказать, слону дробины. Ну как, конечно, не слону дробины, но все-таки это заметная цифра. Но если мы знаем, что случайно, так сказать, в Панамском канале у какого-то вилончелиста 2 миллиарда долларов находит на панамском счету, один из кошельков Путина. Я напоминаю, что вилончелист Ралдугин был владельцем 2-миллиардного состояния. Ну, наверное, как-нибудь «Вагнера» они могли прокормить на эти деньги, и даже очень неплохо, судя по всему. Вот, поэтому тут цифры, которые даются, я думаю, что занижены. Если мы берем в целом содержание «Вагнера» Российской Федерации, мы еще не знаем, как, во что входили операции в Ливии, в Сирии, в Алфрике и так далее и тому подобное. Конечно, там существует некий элемент зарабатывания. Понятно, что там все эти люди в бизнесе в долях, в процентах. Но я думаю, что это прибыли доли процента, это сли им лично в карманы. А потребление осуществлялось за счет государства, за счет бюджета, за счет каких-то там... А потом у Питера есть такая мысль, идея, которую никто не проверил. Ее высказывал покойный ныне начальник Института Госплана СССР, а потом глава Института Росстатистики. Он утверждал, что гигантское количество углеводородов, нефти, газа, консенсата и так далее вывозится за рубеж. И есть постановление правительства, которое гласит следующее, что если там расхождение до 50% в данных таможенных, ну и хрен с ним, типа такой бывает. И вот как утверждал господин Симчер, это доктор экономических наук, известный там профессор и так далее и тому подобное, основатель целой экономической школы, сто лет он был там директором Института Госплана и потом Росстата, он утверждал, что данные между таможней отправленных товаров из России и полученным за рубежом примерно отличаются два раза. Это означает, что на протяжении десятилетий или полутора десятилетий за рубежом могла оседать гигантская, чудовищная прибыль неучтенки. Ну то есть, привожу пример, по Германии 5 миллионов показывает наш таможен, миллионов тонн отгружено нефти, нефтепродуктов, а немецкая таможен дает 9,6. По Соединенным Штатам Америки примерно такая же картина и так далее. То есть, миллионы тонн, как утверждал Симчера, подчеркиваю, можно взять и посмотреть его выступление, найти в интернете, он утверждал, что десятилетиями образовалось гигантское количество неучтенки, на которые можно было покупать весь мир, платить за Олимпиады, покупать чиновников во всех организациях, скупать их пачками и оптом, и вот эти все там премьеры, не премьеры, всякие орбаны, не орбаны, и все они там могли быть в этих деньгах. Поэтому содержать вагна, платить деньги было для Путина не так обременительно, с учетом гигантских природных ресурсов России, которые нещадным образом растаскивались и растаскиваются до сих пор. Поэтому я не должен, вас не должна смущать, и нас не должна смущать цифра там в триллион рублей, только по одной из статей содержания вагнера. Конечно, шли триллионы рублей на содержание вагнера каждый год. Мы это прекрасно с вами понимаем. Мы с вами также знаем, что Пригожин, кстати говоря, не скрывал, что он платит наличными. А это означает, что действительно ему должны были газелями или камазами подвозить наличные рубли, которые он раздавал, распределял там своим этим самым наемникам. Вот, собственно говоря, что из себя представлял Вагнер. Вагнер был изначально полностью преступной организацией, изначально, как по финансовым нормам, по вопросам отмывания денег, money laundering, да? Мы знаем, что соглашение существует в международной организации по борьбе с черными деньгами, отмыванием деньгами. Все это нарушалось. И по своим сути, по своим действиям, это полностью преступная криминальная организация, которую руководил Пригожин. Так что, да, триллионы шли. Народ безмолвствовал. И продолжает безмолвствовать. Анна Геннадьевна, у меня сегодня такое уже неоднократно выставило нашим гостям. Хотел услышать ваше мнение. Ну, начиная с первого заявления Путина, что вообще российское правительство финансировало Вагнер. Это как бы шло вразрез с его предыдущими. Нет-нет-нет, я вам говорю абсолютно честно и откровенно, ничего отношения к правительству Вагнер не имеет. Он дезувировал свои же слова. В очередной раз, в очередной раз продвижировал, что его слово это воздух. А еще в первый раз. Конечно, да. Ну, и зеленые человечки, все помнят. Но сначала это не мы, потом это мы. В Крыму. Ну, а в чем целесообразность? Вот, знаете, после того, как эта группа была объявлена злостными преступниками и предателями, после этого взять и вот царить о том, что это наше детище. А дедушка не в адеквате. Дедушка не в адеквате. Он провел сеанс саморазоблачения. Видимо, у него настолько снизились интеллектуальные способности, потенциал, что он даже не понимает, что он в прямом эфире себя разоблачает как военного преступника, как главного спонсора терроризма. Что такое Вагнер? Организация признана террористической практически во всем мире. Признаваясь в его финансировании, он типа кого обращался, вот смотрите, мы его финансировали, а не мерзавцы нас, как змея пригретая, так сказать, у груди, укусила все-таки. Вот, он хотел кого убедить? Там какой-то вот это быдловатый вот это болото, которое там внимает его всем этим перлам. А на самом деле он во всем мире, всему миру сказал, что я преступник, я злодей. Я финансировал вот эту преступную организацию. Чтобы у вас не было никаких сомнений, я сам лично в этом признаюсь. Называя цифры, называя источники, называя, так сказать, все детали и чуть ли, так сказать, платюшки вам сейчас могу показать. То есть это вот верх идиотизма. Путин, похоже, что он даже уже не слушает своих советников, он думает, что он такой великий, что он сейчас вышел, всем рассказал, и все, так сказать, ахнули и сказали, какой же великий у нас вождь. Он даже не понимает, что он уже жалко выглядит. Безумный старик, одержимый манией мщения, комплексами неполноценности, весь пропитанный комплексом неполноценности, мы же видим, потерявший адекватность, потерявший рассудок. Ну, может быть, это не медицинская, хотя я в это не верю, может, это не медицинская составляющая. Это просто, может, результат разрушительного воздействия абсолютизма во власти, абсолютной власти. Кто-то из великих французов сказал, что власть развращает, абсолютная власть развращает абсолютизм. Я уж не помню, кто, но можно поискать в интернете, там наверняка найдет сразу. Кто? Да, да, да. Параграде, я просто тоже использую эту цитату часто, я вообще-то думал, что эта цитата была по отношению к Людовику XIV, чуть ли не им самим сказано, но посмотрим сейчас. Возможно, потому что так. Параграде, ну, смотри, тогда уже закрывай эту тему все-таки, но можно положить, что эти тексты пишут ему его советники, то есть они, по крайней мере, были наверняка в курсе того, что он скажет. Или это уже речь идет о том, что... А мне кажется, что даже в этом никто Путину... Ага. Если бы мне советник написал такое, я бы провел сеанс саморазоблачения, не понимая, что это такое, я бы этот советник, ну, уволил, это мягко. Это очень мягко, это был бы просто гуманный акт, если бы я его просто уволил. Вот, поэтому совершенно понятно. Мне кажется, что он вообще сейчас уже никого не слушает. Он считает, что он сейчас исторгает из себя только истинно в первой инстанции, и больше ничего. Я как-то вспоминаю одно письмо, там писали, что там... Просто я запомнил это. Говорит, встретил своего бывшего сенсей, говорит, что-то он совсем на крышу поехал, он считает, что от него исходит только прана. Хотя, бля, могу поклясться, от него кроме алкоголя, запаха алкоголя, ничего не исходит. Вот похоже, что от Путина не исходит истинно в последней инстанции, никакая прана от него не исходит. От него исходит абсолютная, так сказать, пошлость, глупость. От него исходят чудовищные вещи. И, в общем-то, он показывает всем, что человек срочно... Которого ни в коем случае нельзя оставлять власть, потому что он доведет мир до ядерного апокалипсиса. Вот это то, что он делает, и я не думаю, что какие-то советники могли писать. Я думаю, что он делает сам. От души. Вот какая есть душа, так и вступает. Нарыл источник. Это сказал эту фразу про политику, которая означает Джон Эмерих Эдвард Дальберг Актом, первый барон Актом. Английский историк, политик. Это начало, то есть, 1800... Вот, середина 19 века, короче. Сейчас на меня французы обидятся, скажут. Французы обидятся, скажут. И здесь англичане нас обрушены. И здесь англичане. Нагадила английская старушка. Следующая у нас информация появилась. Панна Геннадия, директор Центрального разведывательства РУ США Убилем Бернс в июле, извините, в июне получается, вот уже месяц, который прошел, совершил, оказывается, секретный визит в Киев. Так сообщает Washington Post со ссылкой на осведомленные источники. И в ходе... Руководство военной разведки Курина обсуждали с контрнаступлением ВСУ, также план принуждения России к переговорам на условия. ...поточников Бернсона с амбициозной стратегии, согласно которой украинские войска собирают значительные, я вот цитирую сейчас этот отчет, территории и продвинулся в Восточную Украину к осени. Ну а затем ВСУ планирует перебросить артиллерийские ракетные системы Крыму и после того, как окружив Крым, начать переговоры с Россией. Вот, собственно, ну и вот один из источников по такси и пойдет в переговоры, только если почувствует угрозу. Ну и тут нужно отметить, что это поездка, броясь в Киев, состоялась до мятежа основательной червота Вагнера Евгения Пригожина. Пан Геннадий, насколько вам кажется, правдоподобным такое, что, собственно, американцы, судя по всему, если они рассматривают такие планы с украинцами, уже не боятся красных линий Путина и, что касается Крыма. Ну, пока еще все боятся красных линий. Нельзя сказать, что окончательно, как бы, так сказать, похоронено. Опоксения насчет применения ядерного оружия, к сожалению, нет, и, к сожалению, этого не может быть. Но барьеры страха постепенно снижаются, отпадают, преодолеваются. Это я четко вижу. Но, опять-таки, мы видим, Ф-16 пока еще нет в составе вооруженных сил Украины. Они очень нужны. Что касается визита Бернса, ну, понятно, американская разведка ведет себя активно. Мне рассказывали, что они в своем телеграм-канале разместили информацию о всех, приглашении всех желающих с ними сотрудничать. Я могу это подтвердить из других источников, что такие намерения у них есть, и я не готова к этому подсказывать. Некоторым товарищам, желающим обрести индульгенцию, что это можно сделать и таким образом. Что касается окончания войны, ну, тут, опять-таки, несмотря даже на мятеж, вот этого самого, не до мятеж Прибожина, который сильно ослабил режим, все-таки будет зависеть от хода наступления в значительной степени. И вот эти позиции. Да, очень хотелось бы, чтобы Украина нанесла поражение от путинской оккупационной армии как можно быстрее, и оно было бы действительно серьезным. Но, как мы видим, пока это вот остается на уровне пожеланий и, так сказать, мечты. Ну, или там, мы надеемся, что это все-таки реализуется. Для Путина полным военным поражением, я много раз об этом говорил, является даже линия 23-х ранее. Это является полным поражением Путина. Если что-то удастся сделать больше, это уже будет близко к разгробному. Вот это надо понимать. Если будет меньше, то Путин выдаст это за свою победу над НАТО, над США, на всей коалиции, и скажет, я самый крутой в мире, они ничего не смогли со мной сделать, и вынуждены пойти на переговоры, на моих условиях. Так будет работать российская пропаганда, и будет убеждать всех-всех, что Путин, вот, единственный гарант сохранения, как бы, так сказать, режима, капиталов, системы коррупционного воровства и так далее и тому подобное. Вот это надо понимать, что сейчас судьба путинского режима решается на поле боя в Украине. Как вот это не странно звучит, но это так. Я надеюсь, что Украина добьется решительных успехов. Я надеюсь, что поражение Путина будет полным, а может быть, даже сокрушительным. По крайней мере, мы все этого желаем. Единственное, что Запад должен понимать, что от слов, ну, нет, это, наверное, неправильно говорить, конечно, не от слов, они большая, огромная помощь, коалиция, все он понимает, но ее надо увеличить, эту помощь. Увеличивать и ускорять темпы. Чтобы дать возможность Украине одержать серьезное, убедительное поражение. Не по очкам, как говорится, а вот нокаутом. Вот это вот очень важно сейчас. Это очень важно для возможности свержения путинского режима самой же собственной путинской элиты. Это очень важно. Вот сейчас мы находимся в преддверии Вильнюсского саммита в НАТО. И, собственно, зная, что Украине, скорее всего, не предложат конкретной даты, когда наступит в Альянс, мы это все понимаем. Тем не менее, да. Я должен констатировать, что находясь здесь в Штатах, сейчас я был в прошлом деле в Вашингтоне, многие лица, друзья Украины, и в том числе в Конгрессе, считают, что как минимум на этом саммите должны быть даны Украине. Если не гарантии приобретения в НАТО сейчас, то конкретные вещи. Атакамсы, ракеты, дальность на 300 километров и больше. А также, и так же, разумеется, Ф-6, то есть Залужный же сказал, что идти в наступление, контрнаступление без авиации, это как идти в наступление с луками и стрелами. Вот отказ принять... Ну, не луки и стрелы, нет, конечно. Тут не луки и стрелы, нет, Питер. Тут понятно, что Украина выражена достаточно, может быть, больше, чем все остальные страны, но все-таки при господстве или преимуществе россиян на воздухе это большие потери. А Украина жизни своих солдат, офицеров бережет, это видно. И она не желает разбрасываться чужими жизнями, а все-таки правильно поступают за Лужный, что современная война и выигрыш в этой войне это преимущество в технологиях. В технологиях и качестве вооружения. Человек нерешающий фактор сейчас на полне боя. Ну, я не имею в виду там героизм, мужество, а вот с точки зрения боя, огневой мощи, не человек создает ее, а создает техника, техника и технологии, использованные этой боевой мощи. Поэтому здесь надо Украине давать то, что поможет здесь экономить жизни солдат, спасти жизни солдат и офицеров, но одержать убедительную победу. Сейчас не имеет большого... Я-то согласен с западной коалицией. Вот сейчас не имеет большого значения дата вступления Украины в НАТО. Имеет большое значение сейчас дата, когда Украина сможет закончить войну своей победой. Это намного более важный рубеж, нежели там обозначить, какой год Украина станет членом НАТО. Когда Украина одержит победу, я думаю, что это будет спровождаться коллапсом путинского режима. В общем, по большому счету, актуальность и нахождение... Вот срочность вступления Украины в НАТО, она не будет такой вот животрепещущей, я бы сказал. Я, Геннадий, я тут... Я все-таки надеюсь, что... Возможно, с вами поспорят. Извините, я просто должен прочитать. Дмитрий Бетро Кулеба, это министр стран дел Украины. Он говорит, что отказ принять Украину в НАТО будет самоубийством для Европы. Россия может вновь торгнуться в Украину в будущем, если страна не станет членом Североатлантического альянса. Единственный способ закрыть дверь для российской агрессии против Европы и евроатлантического пространства в целом, это при Украине в НАТО, потому что Россия не решится повторить этот опыт снова. Ну, я так понимаю, да, вы имеете в виду непосредственно ближайшее будущее, но долгосрочное... Ну, ерунда это все, Питер. Ну, по всем уважению, вот извиняюсь, что перебиваю, ерунда это все. Никакого гарантии членства в НАТО в условиях состояния войны это не даст. Путин безумен. Пока он будет в Кремле, будет сохраняться угроза войны. И будет сохраняться угроза войны ядерной. И здесь, так сказать, безопасность Украина не получит, потому что в случае ядерной войны первый будет удар нанесен, к сожалению, может быть нанесен по Украине, по той же. Потому что Путин, еще раз говорю, он одержим жажду мщения, всех сделал, всем отомстить и так далее. Это второй был мотив начала войны против Украины, вот его личное желание отомстить всем там за 14-й год. Не в этом дело. Главное условие это крушение патинизма, как такового. А это гораздо важнее, чем даже укрепление НАТО. Я когда встречаюсь с политиками западной, я говорю, мы там хотим потратить столько триллионов долларов на укрепление НАТО. Я говорю, давайте потратим полтриллиона на то, что Путинский режим истез вообще в истории. Нет и все. Проснулись и нет. Это дешевле и надежнее. А Путин, проигравший, сохранивший власть в стране с шестью тысячами ядерных боеголовок, с гигантскими природными ресурсами, с огромной территорией, с возможностью откопать бункер на недосягаемой глубину, это прямая угроза миру для повторения, для новой войны, которая будет уже вести с применением оружия массового уничтожения. Но Путин спрячется в этом бункере. Тем более у него же к тому времени и крыша поедет еще дальше, чем она поехала сегодня. Тем более там много чего-то. Нужно уничтожать патенизм, нужно вообще уничтожать диктатуру. Я извиняюсь за цинизм. Нужно уничтожать диктатуру, которая агрессивная и угрожает всему миру. Потому что другого варианта нет. Если демократии не победят, а демократии, как показывает практика, должны быть с мышцами. Не с длинным языком, хорошим, в хорошем смысле этого слова, с хорошим убедительным языком, а еще и с мышцами. Как говорил, кто там, Дон Королеон, с помощью доброго слова и пистолета можно сделать гораздо больше, чем только с помощью доброго слова. Вот я понимаю, что это циничная шутка мафии, но все-таки в ней что-то есть. Демократия должна быть с мышцами. Она не должна быть только с рекомендациями, резолюциями, осуждениями, высказываниями о заботчинности и так далее. И я думаю, что будущее мировое устройство, мировой безопасности, архитектуры безопасности должно предусматривать мышцы. Геннадий, если позвольте, у нас остается буквально 3 минуты. И все-таки это такая партикулярная тема, но это связано вот с возможными спецоперациями ФСБ. Вы как специалист по этому вопросу не мог не закончить нашу беседу, не поддержившись вашим мнением, потому что вот в Российской Федерации гордо заявляют сейчас, что поймали якобы россиянина, готовившего покушение на крымского гауляйтера Аксенова. И ролик с задержанием так называемого чистосердечного признания фигурата с громким позывным каратист уже опубликовали в сети. Там он рассказал, что, конечно, завербовали СБУ. И дальше все по сценарию. Давайте вот поглянем фрагмент. И нанесением грима. Ухода от преследования и тому подобное. Затем я получил задание поехать в Крым, в Сиферополь. Для чего? Ну, для начала мне нужно было снять жилье, купить телефон, строиться на работу. Я выходил в объединение связи с Игорем, ждал дальнейших указаний, ждал, когда мне озвучат адрес, где находится автомобиль, для установки туда мины. Вот у нас буквально пару минут. Геннадий, действительно ли возможно, что СБУ вербует людей в Крыму и готовится окружать не только Крым, но и заниматься подрывной деятельностью внутри полуострова? Или вы считаете, это все-таки постановкой такой показательной ФСБ? Если да, то к чему? Вот смотрите, проезжает в Крым человек во время войны. Вызывает он подозрения? Ну, может вызывать. Чего-то он туда приехал. Все бегут оттуда, а он приехал. Поэтому, если бы вербовала спецслужба, скорее всего, она бы вербовала среди крымчан. Я думаю, что там сейчас желающих свести счет и с гулятором более чем достаточно. И они не вызывают подозрения. Какой-то странный исполнитель, который туда отправлен, типа, как на длительные оседания. В войну обычно времени нет на такое длительное оседание, что он там устроился на работу, прописался, женился, родил детей. Это для нелегальной разведки характерна. Такая методика работы. Надолго отправлять человек там через третьи страны, чтобы там заранести следы. А здесь времени нет. Если мы говорим там о военной какой-то контрразведке, разведке, которая, предположим, готовит какое-то покушение на врага, это может быть. Но уж как-то выбор кандидатуры выглядит сомнительно. Если бы это был крымчанин, который там знает, кто где-то мимо ездит, мимо него там ездит гуляйтер, что он знает там людей, которые его охраняют, он знает людей, где он бывает. А то приезжает человек, который не знает, что такое Крым, куда пойти, где, так сказать, там такси останавливаются, где автобус, где травляют. Он начинает это звучать. Ну, полгода нужно, ну, три месяца, четыре месяца нужно адаптироваться. И потом, что он ждал? Как у Высоцкого, остановится такси, может, раньше, а может, позже остановится такси, надо сесть, связать, нет, связать шофера, разыграть просто, как, а, и на выставке в Манеже, он бомдаст батон в ручатке, принесете мне потом, помните, как у Высоцкого. Ну, какие-то очень странные все эти вещи немножко. Ну, гипотетически, может быть, все гипотетически, но выбор исполнителя выглядит крайне сомнительно. Крайне сомнительно. Какого хрена посылать в Крым человек какого-то, который априори вызывает подозрения в этой ситуации, да? Если там можно крымчан нагревовать, там немедленно, и за деньги, и за деньги, и на деньги. Вот, не знаю. Google в помощь, и еще оденьте свежее, и на выставке в Манеже к Вам приблизится мужчина с чемоданом, скажет, он не хочет ли черешки, вы ответите, конечно, он Вам даст батон с рычаткой, принесете мне батон. Ну, вот на этих бессмертных словах Высоцкого откланяюсь Вам. Пану Геннадию, спасибо, что были с нами. Всегда очень интересно оппозиционный политик Геннадий Гудков был на связи. Спасибо, Геннадий. Спасибо.